МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели с Сусаной Халиловой. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. В столице республики завершил работу 4-й международный межрелигиозный молодежный форум. Кахибская библиотека нуждается в обновлении книжного фонда. После подтопления фонд сократился более чем на тысячу книг. Чемпионат Европы по борьбе в следующем году пройдет в Каспийске. На этой неделе завершил свою работу 4-й международный межрелигиозный молодежный форум. Этот форум послужил уникальной площадкой для молодых людей из разных регионов страны, исповедующих ислам, христианство и иудаизм. В ходе обсуждения представители различных конфессий искали пути решения общих проблем и методы борьбы с негативными явлениями. Вот уже 4-й год межрелигиозный форум объединяет за одним столом представители основных конфессий нашей страны. У всех разное вероисповедание, но у всех общие проблемы и общие задачи. Форум является площадкой для межрелигиозного диалога, цель которого – объединить усилия представителей разных конфессий в борьбе против негативных явлений в обществе. Обмен опытом и узнавать мнение метод борьбы против экстремизма, терроризма и так далее, и налаживание, как говорится, правильного позитивного диалога между людьми разных конфессий, это если вот таком масштабно, если не строить, то продуктивный какой-то итог не получается. Непременно этот форум пронесет плоды, и как вот говорили многие участники этого форума, действительно нужно практически реализовывать то, о чем здесь говорится. Я надеюсь, что это исполнится. Благонравие – эта тема затронута не случайно, ведь именно это качество послам участников форума и уберегает людей от попадания в ряды радикалистов. В ходе мероприятия участники форума обсудили книгу Муфтея Республики Дагестан шейха Ахмада Фанди «Благонравие праведников». Представители разных конфессий отмечают благотворное влияние книги на людей, и то, что любой читающий ее может исправить свой нрав в лучшую сторону. Я эту книгу получил вчера, вот после первого дня участия на форуме, и вчера же вечером я ее так вот пролистал, просмотрел. Меня порадовала эта книга, потому что там я увидел много схожего в плане каких-то общих моральных принципов и аскетических даже принципов, которые есть, можно найти, в мусульманстве. Они оказались озвученными христианству. То есть я думаю, что книга будет очень интересна тем, кто интересуется межрелигиозным диалогом. «Я считаю, что это самый такой большой подарок в моей жизни, когда я встретил человека другой религиозной школы, но мыслящей абсолютно одинаково. Это подтверждает одно главное правило нашей духовного практики и совершенства, что дух творит в себе формы, а и дух же есть устремление души. То есть вот куда ты устремлен, такого ты духа и будешь». Книга, которая вот сегодня тоже обсуждалась на форуме «Благонравие», она должна быть настольной книгой каждого молодого человека. Там как раз таки сформулированы основные принципы взаимодействия между представителями разных конфессий на основе взаимоуважения религии, на основе понимания сути религии. По словам организатора, форум ориентирован на формирование и укрепление у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, а также воспитание правильного и доброжелательного восприятия этнического и культурного многообразия региона. «В первую очередь, это мероприятие проводится для того, чтобы воспитывать молодых людей культуру международного и международного общения, чтобы они познавали друг друга, чтобы молодые получили возможность раскрыть себя. Это площадка для общения, для молодежи». «Молодежный» – межрелигиозный форум. Это ежегодное мероприятие, в котором участвуют гости из всех уголков России. В ее рамках проводятся пленарные заседания и дискуссии, беседы со специалистами в религиозных науках, посещения музеев, центров библиотек, памятников архитектуры и многое другое. На этой неделе последняя группа паломников выехала в святые места. Напомним, что в этом году число паломников из Дагестана достигло рекордных чисел. Это 8,5 тысяч. Среди них находится и съемочная группа телеканала ННТ. Из города пророка Мухаммада мир ему и благословения рассказывает моя коллега Атикат Магомедова. Паломники Дагестана продолжают пребывать на святую землю. Только что в международном аэропорту принца Мухаммада бин Абдул-Азиза в Медине приземлился аэробус А-330, на борту которого находится 247 наших земляков. Встреча паломников, координация вылетов самолетов, выезды автобусов, заселения по гостиницам это и многое другое под тщательным контролем сотрудников компании Марватур. За каждого верующего, прибывшего в святые земли несут ответственность круглосуточно. Через Ак уже 15 рейсов, промех 4 рейса, вечером будет 5 рейс. И там тоже очень... Саудовская компания автобусы Неравахиль у них очень хорошие, большие вип-персоны автобусы, которым только 2 года и меньше. И очень довольны паломники. Ежедневно в Мединском аэропорту совершают посадку несколько широкофюзеляжных самолетов, на борту которых находится 247 паломников. Впервые для Махачкалинского аэропорта эти самолеты стали доступны благодаря компании Марватур. В этом году так получилось. Мы можем сказать, что в результате переговоров и сопутствующих положительных моментов нам достались в этом году. Такие качественные, широкофюзеляжные. Действительно, это очень удобно для наших паломников. И мы тоже рады. В переговорах с Росавиацией был момент, что нельзя было использовать зарубежные компании, дать привилегию российским. И в этом случае были предложены эти самолеты. И как раз получилось так, что мы явились причиной того, чтобы была дана заявка, какие-то недостающие моменты были устранены. И документально эти самолеты получили возможность приземляться в нашем аэропорту. Перевозка паломников на таких самолетах упрощает работу компании. Теперь за короткий срок большое количество паломников имеет возможность воспользоваться комфортабельным авиатранспортом. Часть рейсов вылетает прямо в Медину, а другая совершает посадку в виорданском городе Акаба, откуда на автобусах паломники совершают многочасовой переезд в Медину. Здесь паломникам нужно набраться терпения, чтобы пройти таможенно-пограничный контроль на границе двух государств. Маршрут от аэропорта, расселение по гостиницам и уже потом переезд в Мекху. Весь этот путь контролируется логистическим центром хадж-компании. Дай отчет, К-11, гараж прибыл, и если прибыл, то сколько автобусов доехали и сколько еще ожидается? Гараж прибыл, 11, через К-11. Более двух или трех лет развиваешься программное обеспечение, это КАСП Трэвел, КАСП Трэвел. Сейчас у него есть рабочее название Палмер и есть еще программа МРВС, логистика. Она позволяет оперативно выделить зоны в гостиницах, номера свободные, несвободные. В Медине свои особенности. Здесь очень много такой график, который заезжающих и въезжающих. В Мехе немного эта задача проще, потому что там заезжают, и до окончания хаджа люди уже никуда не въезжают. Поэтому самый сложный этап гостиничных размещений – это Медина. И в последнем этапе – это Мина, потому что в Мина всегда количество мест выделяется или в притеке, или там немножко не хватает. Кроме проверки и контроля маршрута, в каждой гостинице круглосуточно дежурят и врачи. В этом году обслуживать паломников будут 14 медиков, пять из которых – женщины. Прием ведется больных в амбулаторном режиме. Если имеется какие-то сервозные патологии, может быть доставлено в стационар для дальнейшего обследования и выявления этой или иной патологии. Имеется лекарство, которое нужно для первоначальной экстренной помощи. И в Мекке тоже ожидается во всех гостиницах, где более 500 паломников развертывают одного медпункта. На сегодняшний день вся хадж-компания проходит по плану и без серьезных сбоев. Все службы, работающие с паломниками, активно включились в процесс организации хаджа. Пока же верующие совершают молитву в мечети любимца Аллаха, пророка, мир ему и благословениям, посвящают цветы и места Медины и готовятся к исполнению пятого столпа ислама. Атика Магомедова, Хаджам Радмагаев, Ханжан Курбанов. Специально для новостей. Медина. Международный молодежный саммит 2017 собрал участников из различных субъектов Российской Федерации. Мероприятие проходило близ поселка Тюбе на площадке бизнес-отеля Сары Кум. С какими целями и идеями приехала молодежь, знает моя коллега Умай Ибрагибова. Презентация 10 проектов. В сегодняшний день особенно запомнится участникам, ведь каждому из них предстояло сплотиться и защитить общую идею. Ребята разделили по 10 направлениям. Особое внимание уделялось теме окружающей среды, учитывая, что текущий год признан годом экологии. Участники подготовили актуальные проекты, исходя из специфики и проблем своего региона. У нас в 2010-2012 годах сгорелы огромные гектары, там более 6,5 тысяч лесов. И сейчас мы с более 50 тысяч волонтеров будем сажать деревья, восстанавливать лес. Уже более чем 7 лет уже происходят посадки маленьких лесов, а это будет более такая обширная массовая посадка. Это поможет сразу же очистить воздух, волга будет очищаться от загрязнений. И много-много других факторов, которые также были презентованы. Делегация из Азербайджана приехала в составе трех человек. И все трое для того, чтобы закрепить союз молодежных организаций с соседними субъектами. Приезжают ребята уже не первый год. Сюда нас пригласили приехать, участвовать на форуме, защищать страну, представлять страну достойно, представлять союз молодежных студенческих организаций Азербайджана. Мы это сделали на высоком уровне. Организация прошла также на высоком уровне. Мы очень довольны, нам все понравилось. Спасибо большое. Ну, все эти дни были полны, насыщены работы, конференции. Мы довольны. Да, мы очень сильно довольны. Расскажи вот о соглашении. Те проекты, которые мы рассказали, те проекты, которые реализовала наша организация, очень многих заинтересовали. Поэтому многие горели желанием подписать с нами соглашение о сотрудничестве. После образовательной части участники заключают соглашение о дальнейшем сотрудничестве. После их ждет альтернативная площадка, а также выездные мероприятия. Так, вчера они отправились на уникальный песчаный бархан Сарыкум. Для меня было это нечто. Такое ощущение, как будто я переместился вообще в другую страну, а попал где-то абсолютно в другом месте. И вы знаете, вот этот вот резкий переход от обычной горной местности сразу в пустыню как будто бы переместился. Арт-дирекция саммита, в свою очередь, по завершению каждого дня, готовит для ребят развлекательные мероприятия. Мы пригласили вокалистов команды КВС Борн Дагестана Шахбана Гасанова. Попытались сделать а-ля светский раут. Я думаю, у нас он удался. Дресс-код, все дела. 25-го числа планируется сделать вечер юмора в стиле камеди. В общем, каждое мероприятие, к которому мы подходим, мы пытаемся его по максимуму сделать интересно взрослым, чтобы не было каких-то отсылок в студенчество, чтобы ребята понимали, что впереди ждут на самом деле вот такого рода мероприятия, такого рода слеты, сессии и так далее и тому подобное. Напомним, что Каспий раньше был форумом, но в этом году официально получил статус саммита, так как здесь присутствуют представители более 30 субъектов Российской Федерации. Вот и четвертый день саммита подходит к концу. Прямо сейчас на этих автобусах участники из разных субъектов Российской Федерации отправляется на песчаный пляж вдохнуть воздух Каспийского моря. Ведь уже завтра состоится официальное закрытие саммита. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, Кумторкалинский район. Врач сигареты в руках – это несправедливо по отношению к пациенту, так считает главный врач республиканской больницы восстановительного лечения Хаджимурат Малаев. Совсем недавно в лечебнице был введен запрет на курение. Как отреагировали сотрудники и пациенты медицинского учреждения, узнавала Хадиджа Курбанова. Во многих странах зарубежья запрет на курение приравнивается к нарушению трудовой дисциплины. Главный врач республиканской больницы восстановительного лечения Хаджимурат Малаев не стал ждать утверждения подобного закона в нашей стране. Он ввел запрет на курение в подведомственной ему организации самостоятельно. Красные таблички, расставленные по всей территории медучреждения, предупреждают – курить строго запрещено. Ограничение касается как медперсонала, так и пациентов больницы. И связано оно прежде всего с тем, что главврач-лечебница считает, что медик должен стать никем иным, как примером для пациента. Он уничтожает саму суть болезни. Как ее еще называют специалисты – это отсроченная смерть. Смерть, которая продлена во времени немного состраданиями. То есть нарушается весь организм. Там не бывает какая-то проблема в одном месте. Это поражается в целом весь организм, который в конечном итоге государство тратит огромные средства на то, чтобы лечить последствия того, что с пациентом случилось. И зная, что это так, я не мог по-другому поступить. Конечно, я запретил. Врач признается, поначалу многие отговаривали его от таких нововведений. Детской сотрудникам может не понравиться и не исключен бунт. Однако Малая в своем решении был непоколебим и ужесточил систему особой мерой наказаний. Я, конечно, пациентов, которые нахожусь здесь, первый раз предупреждаю, второй раз выписываю. Я здесь не нарушаю его права. Он нарушает права клиники. А сотрудники у меня, конечно, получают штрафы. Вначале, если не понимают, это маленький штраф. В конечном итоге им самим невыгодно будет попадать под этот штраф. К таким штрафам сотрудники и пациенты больницы отнеслись справедливо. Все в один голос идею поддержали. Многие восприняли это как хороший шанс попрощаться с курением. А тем, кто не изменяет своим привычкам, хоть и вредным, курить приходится за территорией больницы. Мы собирались вот так, когда запрета не было насчет курения. Мы так собирались, курили. А сейчас, когда запретили об этом, я об этом даже и не думаю, чтобы закурить. Так как, кажется, нет у меня такой. Я здесь нахожусь вторую неделю. И попав сюда, и выслушав лекции Гаджимурада Малаева, я понял, что не стоит курить дальше сигареты. И решил для себя, что откажусь от сигарет и от любого табачного дома. В этом году больнице исполняется 50 лет. Ежегодно здесь проходит курс лечения около 3,5 тысячи пациентов. С каждым из них Гаджимурад Малаев проводит личные беседы, пытаясь донести до пациентов одну очевидную истину. Курение – это вредно. Хадижа Курбанова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Кахибская сельская библиотека остро нуждается в обновлении книжного фонда. После подтопления фонд сократился более чем на тысячу книг. Сейчас жители села собственными силами стараются помочь учреждению. Однако, по словам школьников, без помощи спонсоров и государства им не обойтись. Сможет ли библиотека в преддверии учебного года обеспечить потребности школьников, узнавала Ларяна Шамхалаева. Книжных магазинов здесь нет. Муниципальная библиотека – единственное учреждение в селе, предоставляющее бесплатное пользование печатными изданиями. Практически культурный центр. Однако у местных жителей весьма скудные возможности для приобщения к ценностям мировой литературы. По словам Ирой Ганат Магомеда Саидова, который является и библиотекарем, и учителем, и краеведом в одном лице, получать новые знания люди теперь могут только из 4 тысяч изданий. Фонда мало, потому что было у меня здесь стихийное бедствие, и по причине стихийного бедствия около тысячи книг были у меня изъяты из фонда. Скоро 1 сентября. Учреждению не хватает книг на аварском языке детской и художественной литературы. По словам читателей, пользуются спросом именно авторы Дагестана. Такие, как Гарри Прасулов. Из 600 сельчан 300 являются постоянными читателями. Каждый из них мечтает о том, чтобы библиотека была оснащена современной техникой и обеспечивала доступ к сети интернет. Однако все это в далекой перспективе. Хотелось бы, конечно, чтобы наша библиотека была побольше, и чтобы книг было побольше, чтобы государство как-то помогло, чтобы или там спонсоры какие-то нам помогли. Отметим, что и райганат Магомед Саидова собирает и предметы домашнего быта. Спустя многие годы количество экспонатов, их более 200, позволило открыть музей при библиотеке. Теперь кахибские юноши и девушки могут рассмотреть пройденный путь своих предков, прикоснувшись к наследию минувших эпох. К библиотекам, к музеям сейчас в данное время не такой уже подход. Но мы стараемся своими силами. Все, что здесь сделано, сделано своими силами, силами читателей. Хочется что-то новое сделать, для детей что-то новое сделать, чтобы было хорошо все. Жители горных районов Дагестана хотят иметь необходимые условия для того, чтобы развивать свой интеллектуальный потенциал и реализовывать творческие способности. Ларьяна Шимхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Кахиб, Шамильский район. Бюро Объединенного мира борьбы утвердило проведение чемпионата Европы в следующем году в Каспийске. Об этом официально стало известно на заседании коллегии в Париже. Президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили цитирует информагентство ТАСС. Сегодня на заседании исполкома было принято очень важное для нас решение. В качестве города, который в 2018 году примет чемпионат Европы по борьбе, утвержден Каспийск. Я поздравляю всех наших болельщиков с славной традициями спортивной борьбы Дагестан и весь наш Северный Кавказ. Для нас проведение этого турнира колоссальная ответственность заключил президент Федерации спортивной борьбы России. Отметим, что у нашей республики есть уже опыт проведения крупных спортивных мероприятий. В частности, в 2011 году Каспийский дворец спорта имени Али Алиева принимал Кубок мира по вольной борьбе, а в 2015 – чемпионат России. Кроме того, в Дагестане ежегодно проводится несколько международных турниров. Добавим, что наряду с Дагестаном на проведение чемпионата Европы претендовала Румыния. Соревнования намечены на март 2018 года. На этом наш выпуск подошел к концу. Это последние дни уходящего лета. Желаем вам провести их в кругу родных и близких людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова